Всем привет, от Курца Владимир и в этом видео буду показывать свою торговлю на счете в компании Pocket Option. Ссылку на нее оставлю в подписи к этому видео, напомню, что там счета от 10 долларов и сделки от 1 доллара. Есть только валютные депозиты, но и пополнять можно рублями и снимать соответственно в долларах, но они конвертируются в рубли и приходят на карту. Итак, здесь будут сделки, которые я заключал в течение определенного периода времени по так называемой дневной методике. В подписи к этому видео оставлю ссылку на этот вводный курс, в котором описаны все стратегии, он бесплатный, без каких-то дополнительных условий, обязательно пройдите, если еще этого не сделали. Там все описано как раз таки и демонстрируется с примерами. Так вот, по дневной методике здесь я буду торговать на таймфрейме 2 минуты и экспирация 2-х минутная. То есть каждая свечка на графике, которую вы сейчас видите, составляет 2 минуты и длительность сделки соответственно такая же. Это первая рыночная ситуация, которую мы сейчас видим по валютной паре USDCAD. Как мы видим, импульс идет вверх и как только свечка закрывается, довольно-таки длинная, я приобретаю контракт на понижение на 2 минуты. Цена сейчас начинает двигаться вниз, ну а я дальше продолжу комментировать то, что будет происходить. Это во-первых. Ну и во-вторых, несколько слов еще о курсе. Там описана также еще и новостная методика. Очень советую обратить внимание, за 2,5 года ее существования лично у меня закрыта всего одна новость в минус в 2019 году. Была такая, не смог справиться, что ж поделать. Все остальные, все в профит. И также, так называемая ночная методика, она предназначена для торговли в ценовом канале, который формируется, как правило, в вечернее ночное время суток, если брать по Москве. Ну а здесь мы видим, что цена начинает быстро довольно-таки разворачиваться вниз и, в общем-то, все идет к тому, что сделка сейчас будет закрыта с профитом. Обязательно досмотрите, кстати, это видео до конца, потому что здесь будет пара очень интересных сделок, в том числе один раз мне пришлось дойти даже до шестого шага, это не так часто происходит. Вот, и приходилось работать с экспирацией, что я также буду комментировать. Да, сделка закрывается с профитом и следующая рыночная ситуация уже по фунт-доллару. Здесь мы видим тоже импульс из четырех свечей, четвертая длинная и практически без верхней тени. Я покупаю контракт на понижение на две минуты, как только закрывается свеча и дальше, собственно, все, что остается, это дождаться, когда закрывается сделка. Вся информация по открытой сделке, то есть по текущему ее состоянию и по тому, сколько времени осталось до экспирации, находится в правом верхнем углу. Вот там есть такой раздел, называется сделки, да, и видно, что ГБП и USD куплено за 10 долларов и так далее. Вся информация там есть. Итак, цена здесь по чуть-чуть так разворачивается, не столь быстро, как в предыдущий раз, поэтому я на всякий случай выставляю стоимость второго контракта за 30 долларов. Да, если сделка вдруг закроется с убытком, то, соответственно, я тут же куплю второй контракт. Нет, сделка закрывается с профитом, все нормально. Следующая рыночная ситуация. Здесь, может быть, я немножечко поторопился, ну, давайте посмотрим. Был подъем цены, да, в середине экрана и потом рынок падает вниз. Вот пока он падал, все это время покупать контракты выше было нельзя, потому что он был под фильтром. Что такое фильтр, описано в четвертом уроке вводного курса, о котором я уже говорил. И здесь вот длинная свечка, как только она закрылась, я приобрел контракт на повышение. Возможно, стоило немножко побольше подождать, может быть, фильтр чуть не до конца, чуть-чуть не отбит был. Но, тем не менее, сделка уже была куплена, так что, как только она закрылась в убыток, вот мы сейчас это видим, сразу был приобретен второй контракт на повышение тоже на 2 минуты, но с теми же торговыми условиями. Кстати говоря, как у вас сейчас торговый месяц идет, вот начало апреля, конец марта? Напишите в комментариях, как по вашим впечатлениям лучше стал рынок, чем зимой или хуже? То есть, влияет как-то вот сейчас кризисное рыночное состояние на торговлю или, в принципе, фиолетово? Итак, смотрим дальше, что будет происходить. Цена колеблется возле точки нуля и второй контракт уже куплен за 30 долларов. И здесь дальше просто наблюдаем, что будет происходить. До экспирации остается немного времени, выставляю 90 долларов для третьей сделки. И, собственно, приходится купить контракт, потому что сделка все-таки там была закрыта с профитом. Я посмотрел на историю, да, вот там открыл было видно, но уже купил третий контракт. Так, сделка за 90 открыта, цена колеблется тоже недалеко от нуля. И вот здесь как раз-таки одна из тех сложностей, о которых я уже упоминал в этом видео. Вторая будет там подальше. Цена немножечко разворачивается, да, то есть идет коррекция на третьей сделке. Чем мне, кстати, нравится закрываться по третьему контракту, по третьему, по четвертому, но лучше по третьему. Что коэффициент там достаточно высокий, тройка, да, то есть идет 10 долларов 30-90. И в случае закрытия с профитом по третьей сделке, в денежном эквиваленте прибыль получается очень хорошая. Это куда больше денег, чем если закрываться по нескольким сделкам с первого раза в профит, да. То есть там хоть сразу закрылся в плюс, но денег получил не очень много. А здесь как бы дело дошло уже до третьего контракта, но зато и прибыль будет сразу довольно-таки внушительной. Итак, здесь куплен контракт был за 90. Да, продолжаю сопровождать позицию и цена понемножечку начинает корректироваться вверх, да, уже видно. И здесь обратите внимание, экспирацию я уже выставляю пятиминутную. Это выбрано не случайно, потому что две предыдущие свечки на графике, они практически без тела. Об этом было соответствующее видео, сейчас вверху справа появляется ссылка на него, тоже обязательно посмотрите, там рассказано в каких условиях и насколько нужно повышать экспирацию, на мой взгляд, чтобы выходить профит даже в сложных рыночных ситуациях, когда рынок прям валит против нас. Либо когда он, как вот сейчас, идет вбок, да, то есть свечки идут маленькие без тела. Все это там описано, посмотрите. И тут, собственно, остается дождаться порядка 20 секунд, у меня плюс видео на ускорении, так что всего несколько секунд подождать. Ну, и насколько я помню, будет профит по текущему контракту. Да, сделка закрывается с профитом, появляется информационное окно и переходим к следующей рыночной ситуации. Здесь у нас тоже импульс вниз, идет 4 свечки, да, первая не очень большая, две последующие вполне такого хорошего размера. И четвертая весьма средняя. Честно говоря, в других рыночных обстоятельствах я бы сюда не зашел. Цена скакнула в последнюю секунду вверх, когда я уже покупал контракт, когда я заключал сделку, и поэтому свечка получилась небольшая, но я уже купил. Вот, ну такое тоже бывает. Конечно, желательно заходить именно после длинных свечей, тогда будет минимум каких-либо проблем в процессе торговли. Ну, а здесь вот мы видим, что цена продолжает падать вниз, то есть импульс развивается и дальше. Я выставил размер второго контракта, 30 долларов, и как только сделка закрылась, соответственно, заключаю новую сделку на повышение. Рынок продолжает проваливаться, причем свечка длинная, да, импульс. Вот в таких обстоятельствах лучше не повышать экспирацию, потому что чем быстрее движется цена, чем длиннее, соответственно, получается свечка, тем выше вероятность, что скоро будет разворот рынка. И здесь вот мы как раз видим, что происходит, длинная свечка, и я уже понимаю, конечно, что потребуется третий контракт, я сразу доставляю его стоимость. Ну и дальше просто дожидаюсь, когда будет зафиксирован убыток по второй сделке за 30 долларов, чтобы купить контракт за 90. Да, вкупе экспирацию, как видите, я не повышаю, оставляю такой же, двухминутный, потому что высока вероятность разворота цены. Ну либо прямо сейчас, да, по текущей свече, ну либо там по следующей, что не суть важно, потому что в запасе еще есть несколько сделок в серии. Рынок пытается вот немножечко еще вниз пройти, но насколько я помню, сейчас он все-таки развернется, то есть длинная, действительно длинная свечка получилась, и цене в кавычках хочется вернуться обратно, то есть отбить хотя бы часть этих утраченных на графике позиций. И цена разворачивается хоть на немного, но этого вполне хватает, чтобы закрыться с профитом. Так, здесь мы что видим? Новая рыночная ситуация, цена проваливается вниз, несколько красных свечек, фильтры отбиты, и как только я покупаю контракт за 10 долларов на повышение, сразу цена начинает проваливаться вниз еще сильнее. Это как раз и есть та самая сложная ситуация в этом торговом видео, о которой я уже говорил. Здесь будет 6 сделок, и давайте посмотрим, что тут происходило. Ускорение будет достаточно быстрое, там в 3-4 раза, поэтому сейчас все эти минуты, я думаю, пролетят относительно быстро. Ну и плюс тоже интересно разбирать именно сложные ситуации, потому что какой смысл смотреть на те рыночные обстоятельства, которые заканчиваются потом для нас профитом, когда бы все было очень легко и просто. Надо разбирать именно такие сложные моменты. Первая сделка закрылась с убытком, тут же купил второй контракт за 30, и цена вновь проваливается вниз. Видите, получается прям длинная свеча, поэтому экспирацию я, конечно, не трогаю в этих обстоятельствах. То есть импульс идет прям довольно-таки мощно. Уже подходит время к концу сделки, я выставляю стоимость следующего контракта, 90 долларов покупаю, выставляю 200 уже сразу, на всякий случай, для следующей сделки. И вот тут начинаю уже смотреть, что мне делать с экспирацией, менять ее или пока не стоит. Рынок на этот раз уже не торопится так сильно вниз, да, то есть цена колеблется где-то там недалеко от точки покупки контракта предыдущего. И здесь я тоже заключаю сделку за 200 долларов, это уже четвертая, также на 2 минуты. Я решил ее оставить, не менять экспирацию. Если было бы 2 маленьких свечки подряд, то есть уже явная приостановка рынка, я бы точно повышал экспирацию, такой пример у нас уже был, да, в этом видео. Здесь такого пока не происходит, но вот все идет к тому, что какая-то небольшая свечка будет образована, поэтому здесь я экспирацию меняю. Во-первых, выставляю стоимость, во-вторых, повышаю экспирацию до 5 минут. Здесь есть неудобство в Покете, что нельзя выставить, например, экспирацию 6 минут, иначе я бы выставил именно 6, а так получится небольшой рассинхрон. Каждая свечка формируется 2 минуты, да, я напомню, таймфрейм 2 минуты, а экспирация выставляется 5 минутная. То есть это 2 свечки и еще фактически половина свечи. Не очень удобно потом при анализе рыночной ситуации. И цена вновь начинает проваливаться, то есть импульс действительно мощный, не самая простая рыночная ситуация. После того, как он 2,5 минуты проваливался, вторые 2,5 минуты он сейчас будет пытаться, насколько я помню, подняться. Но, тем не менее, этого будет недостаточно, потому что цена уже довольно-таки сильно упала вниз. Вот, и даже, видите, еще и продолжает снижаться. Поэтому мне уже здесь приходится готовиться к следующей сделке, в которой я немножко ошибся, потому что давно не заключал сделок шестых на Покете. Там нельзя заключить сделку больше 1000 долларов за один раз. А мне нужно больше 1000. Поэтому я здесь буду выставлять сейчас 1000 долларов. Да, вот 1000. Заключаю сделку. И в этих обстоятельствах мне нужно купить еще один контракт за 100 долларов. Но пока я сейчас выставлю нужную сумму, цена уже сместится вверх. Видите, то есть уже она прошла. И я здесь не решаюсь ничего предпринять. Жду, когда цена немножко снизится, если такое произойдет. И тогда я докуплю второй контракт за 100 долларов. Но вот это, конечно, неудобно, что ограничение на максимальную сумму. Впрочем, я с этим сталкивался раньше и в Бинома. Там было какое-то ограничение совсем небольшое. Что-то там 1050, по-моему, рублей. Вот. И тоже приходилось в него упираться. А, и вот здесь вот я купил второй контракт за 100 долларов. Но экспирацию я забыл поменять на меньшее значение. И видите, получилось у меня, что разница между сделками будет 1 минута. В общем, тут не очень удачно зашел. Но сразу скажу, что обе сделки закроются в профит. Потому что все, импульс иссяк. И цена начинает корректироваться вверх. Причем достаточно сильно. Мы это сейчас будем наблюдать. По одной сделке остается там порядка 4 минут. По другой немного больше. Тут вот будут кое-какие ценовые колебания. Но не суть важна. Давайте просто понаблюдаем, как все это дело будет закрываться. В моей группе «Практика 2.0», где проходят торговые онлайн-трансляции. Они там проходят практически каждый будний день. Иногда по несколько трансляций в день. Например, сегодня, когда я записываю звук для этого видео, там 3 трансляции. И, в общем-то, мы работаем в основном на разных платформах. Потому что участники есть и с счетами в одних компаниях, и в других компаниях. Но, тем не менее, общие ценовые движения, они практически везде совпадают. Поэтому работа ведется и на Покете, и на Олимпе, и на Бинома. Кто какой компании доверяет, лишь бы экспирация подходила для сделок. К сожалению, вот «Энтрейд» не вписывается, потому что у них экспирация, по сути, 3 минутная. Да, здесь мы видим, что сейчас закрывается сделка. И, в общем-то, мы можем переходить к следующей рыночной ситуации. Она будет последней в этом видео. И здесь, опять же, отбивается фильтр. То есть, был подъем, расторговка боковая. И цена падает вниз, красные свечи, полностью отбит фильтр. Как только это происходит, я покупаю контракт на повышение. Там небольшое проскальзывание произошло. Купил не совсем по той цене, по какой хотел. Но, тем не менее, вход есть за 10 долларов на рост стоимости актива. Ну и дальше, просто сейчас будем наблюдать, что будет происходить на графике. На графике цена растет. То есть, коррекция идет довольно-таки бодренько. Я, на всякий случай, выставляю стоимость второго контракта. И, как раз, цена провалилась вниз. Дала возможность купить второй контракт уже по нормальной цене. По цене закрытия предыдущей свечи. Как в идеале и надо покупать. И тут же рынок вновь повторяет подвиг предыдущей свечи. То есть, цена начинает расти, начинает корректировать все вот это падение, которое было. В общем-то, здесь по данной сделке, насколько я помню, как раз-таки профиты будут закрыты. Ну, а в конце видео я буду выводить часть из заработанных денег. Довольно сильная коррекция. Так что здесь никаких волнений, в принципе, по закрытию сделки уже не было. Сейчас мы увидим информационное окошко в левом нижнем углу, как всегда, о том, как именно закрылась сделка. Да, готово. Все, закрываем. Профит есть. И выставляю стоимость первого контракта, чтобы потом не перепутать. А то можно кинуться в торговлю совсем не с той суммы, с которой хотелось бы. И идем в раздел вывода средств. Вот здесь выбираем сумму. Система сразу подставляет платежную, с которой было пополнение, поэтому даже выбирать не приходится. Ну, номер счета у меня тоже, что проставлен. Номер кошелька, точнее. И нажимаем продолжить. Все, сейчас появится информационное сообщение о том, что заявка принята. И дальше вторая часть видео, вот здесь, которую вы сейчас видите, это уже история. Записана на следующий день, когда деньги уже пришли. Ну, давайте сейчас посмотрим. Ну, а я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, на YouTube канал. Обязательно присоединяйтесь и к Telegram каналу. Пока.